Это первая конференция спорта-корта, в которой я участвую, и тем радостнее тот факт, что она прописалась в Сочи. По примеру в России в 2016 году запланировано проведение опять здесь же, дальше, возможно, Москва, Санкт-Петербург, но очень здорово, что Россия стала домом главы представительной конвенции. Инспекция была интересной сегодня в рамках обсуждения автоспорта в целом. Меня несколько удивило, но, наверное, к этому нужно было быть готовым, о том, что фокус старта-дискуссии был об экологии. Слушайте, мы в России думаем об этом в привязке к автоспорту не так сильно, но для мирового сообщества это очень важно, и поэтому мы обсудили эту часть работы в целом. Также интересной была сегодня утренняя панель газеты «Рядомости», на которой мы в целом обсуждали вопросы развития спорта, олимпийского наследия. Интересно было обсудить, в том числе, вопрос олимпийского наследия с ключевым человеком Олимпиады Дмитрием Чернышенко, с которым мы еще раз вспомнили историю про то, что на самом деле автодром своим успешным функционированием, то, что он 365 дней в году используется в целом, пришлось изменить план олимпийского наследия. Была же идея разобрать участок автодрома, который находится в Олимпийском парке, а теперь автодром — это и есть Олимпийский парк, автодром находится в центре, описывает все сооружения круглый год. И было также интересно это обсудить, и всем вместе прийти к очевидным выводам, потому что все виды спорта развиваются в России очень успешно, и автоспорт сейчас идет очень быстрыми, обережающими темпами. А уж в Гран-при этого года с Данилом Квятом в команде, который к моменту Гран-при назначил решить все свои технические проблемы, и Данил Квят будет бороться за позицию на позиуме. Все это очень хорошо, и здорово еще раз подтвердить это максимально широкой аудитории. Да, мы сейчас приготовили программу развития и улучшения зрительских аспектов на мероприятии. Это все начинается с покупки билетов, в том числе мы предложили максимальное количество новых опций покупки билетов, билетов на два дня, прогулочные билеты, и они проведутся заметным спросом. Также непосредственно на мероприятии мы улучшим каждый аспект присутствия людей на трибунах. Будем больше объяснять правила спорта, то, чего немножко не хватало в прошлом году, то зрители почувствуют себя гораздо более увлеченными в процесс проведения мероприятия. То есть сам факт того, что автодром будет здесь работать и уже работает в Гуглдорн, за летний сезон огромное количество людей узнают в принципе, что спорта существует, будут гостями нашего горошиного бакси или сами сядут за руль и придут на гран-при уже готовы, уже понимая, как оно, быть за рулем техники, которая быстро едет по трассе Сочи Автодрома.